Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встретились по поводу темы «Экологический риск, оценка, расчет управления». Меня зовут Тимофеева Елена Александровна. Я заместитель декана по дополнительному образованию, старший преподаватель кафедры химии почв факультета почвоведения МГУ имени Ломоносова. И сегодня мы с вами узнаем, какова роль теории рисков в современном мире, какие существуют виды рисков, поговорим с вами про экологический риск, обсудим, как можно рассчитать риски, методы оценки рисков, какой риск считается допустимым, и немного поговорим о способах расчета риска, угрозы здоровью, связанном с загрязняющими веществами. Для начала мы с вами дадим определение понятий, которые нам понадобятся для того, чтобы определить, как рассчитывать риск. Итак, первые понятия, которые мы с вами разберем, что такое опасность, угроза, ущерб, и, наконец, подберемся к риску. Итак, что же такое опасность? В целом мы должны с вами знать о том, что существует аксиома, любая деятельность потенциально опасна. Даже когда вы лежите на диване, есть риск, что вы можете с него упасть. Поэтому какая деятельность ни была бы, она потенциально опасна. А особо опасные виды деятельности, которые обладают повышенной энергией, в которых задействованы химические, биологические вещества, те, которые характеризуются показателями, не соответствующими условиям нашей повседневной жизни. Это о чем? Слишком высокие температуры, слишком высокие относительно обычных, стандартных наших повседневных условий местоположения, где-то высоко в горах или какие-то высотные виды деятельности – это все сюда. Опасность, она определяет все виды деятельности, которые имеют и в себе эти вышеперечисленные показатели. Какие существуют виды классификации опасности? В первую очередь нас будет интересовать классификация опасности по источнику происхождения – природные, техногенные, экологические. Конечно, есть и социальные, экономические, политические, смешанные. Мы про них будем меньше говорить, потому что нас прежде всего интересуют те виды опасностей, которые или связаны с экологическими проблемами, либо те, которые их вызывают. Если мы посмотрим на динамику соотношения опасностей на всей протяженности жизни человека, начиная с каменного века и до настоящего момента, то мы увидим, что разные виды опасностей, они менялись. Они менялись, и, как мы видим, изначально средняя ожидаемая продолжительность жизни у человека была очень маленькая. На этот момент огромное количество опасностей, связанных с природными опасностями, были на первом месте. На тот момент социальных видов опасностей было мало. Почему? Количество населения было слишком маленькое, поэтому особенных взаимоотношений, рискориентированных, еще и не было. Поэтому на момент каменного века преобладала природная опасность. Природные виды опасностей были преобладающими. Когда мы с вами движемся по историческим периодам, мы видим, что человек научился бороться с природной опасностью. Природная опасность снижается, техногенная, наоборот, возрастает. Соответственно, техногенная опасность возрастает, и опасность экологических рисков становится все больше. На настоящий момент, как мы видим, временные промежутки, на настоящий момент, они показывают нам, что у нас есть разные варианты развития событий. Возможно, мы сумеем повлиять на данные виды опасности, на техногенную опасность. И тогда у нас эта кривая пойдет вниз. Но сейчас тренд ориентирован на то, что техногенная опасность только растет с течением времени. Вместе с ней растет и экологический риск. Последнее определение, которое мы должны с вами ввести, это угроза. Опасность есть всегда. Она исходит либо от объекта, либо от территории, на которой у нас находится данная опасность. Угроза же возникает тогда, когда мы находимся в зоне действия опасности. Ну, например, если мы знаем, что на Камчатке есть вулканы, то эта территория, она обладает опасностью. Но мы попадаем в зону действия опасности ровно тогда, когда мы с вами пересекаем территорию Камчатки, прилетаем. И на этот момент мы находимся в зоне влияния, в зоне действия опасности. Здесь мы понимаем, что у нас может быть и территориальная разграниченность, и по времени. И для нас важно именно понимать тот момент, когда мы находимся в зоне влияния опасности. Потому что в этот момент для нас наступает угроза возникновения какого-то негативного события. Ярким примером таких видов угроз, которые, возможно, могут наступить для территории, являются карты, которые строит МЧС. Например, карты зон затопления. Возможные территории, которые могут быть затоплены под влиянием каких-то опасных факторов. Например, если произойдет сильный паводок или какие-то другие негативные виды воздействия. Также важным показателем для расчета риска является понятие ущерба. Ущерб нам нужен для того, чтобы оценить те последствия, которые возникают после тех опасностей, которые наступают у нас в момент пересечения тех территориальных границ, на которых находятся эти опасности. Ущерб – это оцененные тем или иным способом последствия. То, что касается экологического риска, здесь оценка ущерба – это самый сложный, самый на данный момент малоразработанный аспект, потому что как оценить? Как мы можем оценить ущерб для окружающей среды? Этот вопрос возникает у многих. И как? Как мы будем оценивать? На самом деле можно посчитать. Можно посчитать превышение концентрации, можно посчитать, как мы можем очистить загрязненные территории. Есть и другие показатели, при помощи которых мы можем с вами попробовать оценить ущерб для окружающей среды. Здесь, как мы видим, приведены разные виды и способы оценки экологического ущерба, который мы можем с вами применять. Все те варианты, которыми мы можем воспользоваться, конечно, есть такие аспекты, которые сложно можно оценить, особенно в момент возникновения аварии. Поэтому мы должны с вами понимать, что ущерб, когда мы говорим про оценку экологического ущерба, он очень часто может быть оценен только в отдаленной перспективе, через какое-то время. Даже это может быть очень длительное время, поскольку прямой ущерб можно посчитать сразу. Например, погибла рыба. Мы можем посчитать, сколько стоит восстановить ту территорию, сколько будет стоить рекультивация почв и так далее. А общий полный ущерб, который возникает в отдаленной перспективе, а также косвенный ущерб, который может быть совершенно не связан с прямыми нашими затратами, оценить иногда бывает очень и очень сложно. Давайте разберем пример. Все мы знаем то событие, которое произошло на Фукусиме. Мы знаем опасность, которая была и которая продолжает быть там, на той территории. Она вызвала события. Наступило землетрясение, землетрясение вызвало цунами, цунами вызвало выход из строя системы охлаждения реактора, что в результате вызвало взрыв. Как мы знаем, на данный момент последствия от этого взрыва, от этой аварии еще не посчитаны. Тот ущерб, прямой ущерб на настоящий момент и отдаленный ущерб, он еще не оценен для данной территории. Прошло уже большое количество лет, но та проблема, которая была связана с возникновением данной аварии, еще никак не оценена. Итак, наличие опасностей и угроз приводит к риску. Что же такое риск? Часто, когда мы слышим это слово «риск», мы понимаем его в положительном аспекте. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. И это положительное понимание в теории рисков, оно существовало довольно длительное время. Риск играл большую роль на протяжении всей истории человечества. Эти риски, они зачастую были добровольными, и они были индивидуальными. Часто риск воспринимался как некий положительный аспект. Человек рисковал своей жизнью для того, чтобы добиться чего-то. Колумб поплыл в путешествие для того, чтобы рискнуть. Рискнуть он рискнул, и, как мы видим, этот риск воспринимается как положительный аспект. В настоящий момент роль теории рисков в современном мире переориентированно. Риск на данный момент обычно понимается с оценкой минус. Это некое негативное событие, которое может наступить. И когда мы говорим о рискоориентированном подходе в современном мире, мы имеем в виду, что риски, они носят такой отрицательный характер. А то, что касается экологических рисков, в особенности. Экологические риски носят уже глобальный характер, и часто мы не видим те загрязняющие вещества. Мы с вами все находимся в окружающей среде. Мы с вами не знаем, какие концентрации загрязняющих веществ. И нам сложно понять, нам сложно оценить, какой риск, какому риску мы подвергаем себя. И эти риски, они неосознанные, и они недобровольные. В общем и целом, риск – это фундаментальное понятие и фундаментальное свойство природы. Когда мы говорим с вами про экологические риски, мы понимаем, что эти риски связаны с некими негативными событиями. Но что нам делать? Нам идти в пещеры? Мы должны вернуться в каменный век? Мы должны препятствовать техническому прогрессу? Нет, конечно, нет. Мы должны понимать, осознавать то, что экологический риск – это неизбежность. Мы понимаем, что риск возможен. Что же можем мы тогда сделать? А мы можем минимизировать этот риск. Как это сделать? В первую очередь, для того, чтобы нам разобраться, как нам минимизировать этот риск, нам нужно с вами ввести определение понятия. Что такое риск? Риск – определение понятия рисков очень много. Здесь приведены некоторые из видов определения. Риск можно определить как возможность того, что действия человека приведут к негативным последствиям. Риск можно определить как вероятность наступления. Риск можно определить как вероятность, помноженная на ущерб. Если мы обратимся к определению понятия риска в положении ISO, то здесь мы обнаружим следующее определение. Риск – это влияние определенности на цели. По сути, риск нам мешает достичь те цели, которые мы поставили перед собой. Итак, мы должны с вами подытожить, как мы будем понимать определение понятия риска. Риск обусловлен некими случайными событиями, которые, возможно, могут произойти. И эти события являются нежелательными. Они нежелательны. И более того, само понятие риска зачастую, оно очень субъективно. Есть объективные опасности, которые действительно имеют место быть, а есть некие субъективные опасности, которые могут быть, а могут и присутствовать только в нашем представлении. Давайте посмотрим на картинки. Рискуют ли эти люди? Наверное, первый ответ, который возникает в нашей голове – да, рискуют. Но если мы обратимся к пониманию того, что эти люди обучены, они действительно знают, что они делают. И если мы посмотрим статистику, которая нам ярко может показать, что такие люди, которые умеют в этих сложных ситуациях выбираться из них, они редко подвергают свою жизнь риску. Почему? Почему так? Дело все в том, что восприятие риском человека, оно субъективно. Поскольку риски могут быть невидимые, риски могут быть видимые. Те риски, которые мы видим и осознаем, мы готовы с ними встретиться лицом к лицу, мы их понимаем намного лучше. Те риски, которые невидимые, а экологические риски часто являются теми невидимыми рисками, и мы их просто не можем оценить. Есть риски неконтролируемые, на которые мы пока еще не научились воздействовать. Землетрясения, цунами. Какое большое количество исследований на эту тему проводится. И тем не менее, до сих пор мы очень мало можем повлиять на эту область. Есть область контролируемых рисков. Такие виды рисков, как гололедица, какие-то неглобальные катастрофы. И мы видим, мы понимаем, мы знаем, как с этим работать. Поэтому субъективное восприятие риска зачастую мешает нам определению и пониманию тому, как управлять этим риском. Для этого нам очень важно и полезно посчитать и количественно определить риск. Поскольку, по сути, у нас существует несколько видов ситуаций. Первая ситуация, когда вероятность наступления события равняется единице. По сути, когда событие плановое, мы не говорим с вами о риске. Это то событие, которое точно произойдет. Мы знаем, что оно будет, и здесь риск фактически равен нулю, потому что это событие точно произойдет. Мы точно знаем, что оно наступит. И здесь речь идет не о риске, а просто об оценке вероятности наступления того или иного негативного события. Когда у нас вероятность наступления очень маленькая, а ущерб у нас может быть, например, очень большой, там мы также попадаем в область очень маленького риска. Когда мы находимся с вами в промежутке между этими граничными значениями вероятности и ущерба, мы как раз и попадаем с вами в ту зону, которая является нашей тем, той областью нашего с вами сегодняшнего разговора. Мы с вами попытаемся определить и оценить тот риск, на который мы потом, надеюсь, сумеем повлиять. Итак, как рассчитывать риск? Способы расчета рисков, если суммировать в одну большую простую формулу, можно ее определить, как риск рассчитывается, как вероятность наступления события, помноженная на ущерб. Соответственно, чем выше вероятность, тем выше риск. Чем выше ущерб, тем выше риск. Если эти показатели у нас будут меньше, соответственно, риск будет меньше. Поэтому возвращаемся с вами к определению понятия риска. Риск – влияние неопределенности на цели. Риск иногда определяют как вероятность наступления события без оценки ущерба, поскольку ущерб не всегда бывает возможно оценить. Иногда ущерб, он может быть оценен только в человеческих жизнях. И тогда мы с вами воспринимаем риск как вероятность наступления негативного события. Поэтому определений понятия риска несколько. Как же его оценивать? Как оценивать риск? В общем и целом, сейчас, на данный момент, в современном мире существует концепция приемлемого риска. Концепция приемлемого риска, она понимается таким образом, что тот риск, который мы с вами можем оценить, он должен быть минимальным, насколько он возможен, насколько нам позволяет техническая возможность, насколько позволяет нам наши знания. И, возможно, мы планируем какое-то мероприятие, какое-то производство, которое отсутствовало. У нас нет статистики, мы не знаем, как будет функционировать данное предприятие в отдаленной перспективе. Соответственно, мы должны планировать свою деятельность так, чтобы риск был минимальный. В современном мире у нас также существует тенденция и цель определения понятия риска как нулевого риска. Но эта концепция, она не оправдала себя, она была в Советском Союзе. В Советском Союзе считали, что мы построим так, что риска не будет. У нас будет надежное предприятие, у нас будет максимально приближенный к нашим возможностям, к техническим возможностям такое предприятие, которое не будет обладать аварийностью. Естественно, эта концепция не оправдала себя, концепция нулевого риска, она не может быть достижима. Хотя сейчас мы знаем, например, компания «Газпром» говорит о том, что у них цель ноль. Цель ноль – то, что, возможно, они на своих предприятиях сумеют достигнуть нулевого риска, не будет вреда ни здоровью людям, ни окружающей среде, ни имуществу. И здесь мы понимаем, что они надеются достичь эту цель, но все мы понимаем, что концепция нулевого риска – она невозможна. Как же определить и оценить риск? И как определить тот уровень допустимого риска, который мы можем принять для себя, с которым мы можем согласиться, который может быть адекватен? Если мы обратимся к подходу, который принят в Нидерландах, то там приемлемый риск – это тот риск, который определяется как 1% от минимальной вероятности смертности людей на протяжении всей жизни. Еще раз давайте обсудим, что это за подход. Есть, соответственно, на протяжении всей жизни вероятность наступления смерти. Если мы обратимся к данным Росстата, то вероятность риска смерти для среднестатистического россиянина, она разная на протяжении всей жизни. Соответственно, в популяции младенцев в группе до 1 года смертность достаточно высокая. Соответственно, если мы идем дальше по возрастным группам, у нас вероятность наступления смерти, она варьируется. Старшая возрастная группа также больше подвержена смертности. Соответственно, по этим группам минимальная вероятность смерти в возрасте от 10 до 14 лет в нашей стране. И по данным Росстата, данная цифра составляет 3 на 10 в минус 4 единицы, деленная на год. Соответственно, в этом промежутке от 10 до 14 лет вероятность наступления смерти у человека минимальная. Почему? Ну, потому что еще о данном ребенке заботятся родители, и уже к этому моменту сам ребенок становится полноценным членом общества. В 14 лет ему вручают паспорт. Соответственно, к этому возрасту от 10 до 14 лет уже каждый человек отвечает за свои поступки. И также данные Росстата подтверждают то, что вероятность риска смерти в возрасте от 10 до 14 лет минимальная. Соответственно, мы принимаем эту цифру и берем 1% от этой цифры. Поэтому уровень приемлемого риска, исходя из данной концепции, данного подхода, должен составлять 3 на 10 в минус 6 единицы, деленные на год. Сейчас то, что касается приемлемого риска, то, что касается законодательных инициатив, в средней величиной приемлемого риска, если мы обратимся в профессиональной сфере, составляет цифра 2,5 на 10 минус 4 единицы, деленные на год. Соответственно, индивидуальный риск гибели при пожаре составляет 1,3 на 10 минус 4 единицы, деленные на год. То, что касается производственных объектов, которые уже существуют, для них риск наступления негативного события составляет единица на 10 минус 4 деленные на год. Соответственно, что же получается? А для вновь вводимых объектов эта цифра на порядок ниже. То есть те объекты, которые мы будем строить, те, которые мы планируем строить, для них применяются более жесткие требования. Что же получается? Мы с вами посчитали, что риск для нашего населения, индивидуальный риск должен составлять единицу на 10 минус 6. Риск неприемлемый. Получается, что на настоящий момент мы не можем достигнуть того уровня риска, который может быть приемлемый. Получается, что так. Затраты на снижение риска на порядок до того уровня, который мы с вами определили как допустимый, по оценкам специалистов, составляют 54 миллиарда рублей. Откуда? Откуда эти суммы? Как? Как можно оценить тот способ, который позволит нам снизить риск? Например, если мы возьмем риск гибели при пожаре, как снизить этот риск? Как снизить этот риск на порядок? Например, мы с вами закупим какие-то системы оповещения. Они, может быть, будут дублироваться. Это все затраты. Это все может снизить риск гибели человека при пожаре. Это затраты. Есть компании, которые идут на это. Они готовы снизить риск, который возникает у них, производственный риск, пожарный риск. И эти виды риска, то, что касается экологического риска, здесь та же самая история, оценка та же самая. То, что касается экологического риска, в рамках руководящего документа по оценке риска для здоровья населения, это единственный документ, который у нас сейчас на данный момент позволяет ориентироваться по тем уровням риска, связанных с воздействием загрязняющих веществ на человека. Здесь те же самые уровни приведены. Но здесь, обратите внимание, индивидуальный пожизненный риск. Данную цифру нужно еще поделить на среднюю продолжительность жизни, которую обычно в расчетах принимают 70 лет. Соответственно, индивидуальный пожизненный риск составляет 10 минус 3. Это недопустимый риск. 10 минус 3, 10 минус 4 – это допустимый только для производственных условий. И допустимый риск составляет 10 минус 4, 10 минус 6. Опять мы попадаем в этот диапазон. Как понимать эти цифры? Что такое единица на 10 минус 4 или единица на 10 минус 6? Это о чем? Речь идет о том, что мы принимаем, мы соглашаемся с тем, что данное предприятие, данное событие, данная намечаемая хозяйственная деятельность может вызвать следующий риск со смертельным исходом или какой-то другой негативной реакцией человека на возникающие события. В данном конкретном случае пример приводится для гражданской авиации. Для гражданской авиации вероятность возникновения негативного события составляет 10 минус 4 единицы, деленное на год. Это как? Это значит, что один смертельный исход на каждые 10 тысяч пассажиров в год. Как мы знаем, для разных видов деятельности этот риск может быть разным. Насколько этично оценивать жизнь человека? В общем и целом, этот вопрос задают многие. Когда дело касается оценки риска, мы говорим и оперируем такими вопросами, как смертность, жизнь и жизнь человека. Жизнь человека, она бесценна. Мы вынуждены оперировать этими понятиями для того, чтобы эту жизнь, эти человеческие жизни спасти. Поэтому мы вынуждены с вами говорить и рассчитывать риск, связанный с воздействием и загрязняющих веществ, и других негативных событий, которые могут наступить из-за тех вышеперечисленных факторов. Поэтому мы вынуждены с вами, этично или нет, но мы вынуждены с вами оперировать именно этими понятиями. Если мы посмотрим на разные виды рисков, которыми подвержен человек, есть группа рисков так называемых общегражданских, есть риск, связанных с профессией. Люди разных профессий подвергаются разным рискам. Соответственно, если у нас летчики, если у нас люди работают на шахте, соответственно, это профессиональный риск. Есть также риски добровольные, на которые мы идем сами. Соответственно, в данную группу попадают все виды риски, связанных с удовольствием, с комфортом. Если мы занимаемся альпинизмом, если мы, соответственно, сами занимаемся вождением автомобиля. Это те виды рисков, которые добровольные, и это плата за наше удовольствие и комфорт. Они добровольны. И в общем и целом добровольный риск, он на тот риск, на который человек готов, согласен идти, он обычно выше на порядок по сравнению с теми видами риска, которые у нас с вами были рассмотрены ранее. Например, те требования к автобусам, которые прописаны, и риск возникновения аварии, то, что касается общегражданского транспорта, на порядок ниже, нежели чем те события, те аварийные ситуации, которые у нас наступают, когда мы сами садимся за руль. Соответственно, это наше добровольное желание. Мы добровольно подвергаем свою жизнь опасности. И общегражданский риск, он намного ниже по сравнению с теми рисками, которые у нас добровольные. Давайте посмотрим на критерии приемлемости рисков в других странах. Мы рассмотрели с вами, что у нас. Что же в других странах? В других странах примерно такие же диапазоны. 10-4, 10-6, за исключением Нидерландов, которые являются такими флагманами в данной области. И здесь те требования, которые предъявляются к рискам, они намного более жесткие. И здесь уровень индивидуального риска, приемлемого риска, составляет 10-6, 10-8. Соответственно, для российской действительности пока это недостижимый уровень. Пока мы с вами близки к позиции Великобритании, которая поднимает уровень допустимого риска в соответствии с концепцией затраты выгоды. То есть если очень нужно построить, если нам очень нужно, чтобы предприятие у нас работало, соответственно, мы с вами применяем другой уровень риска, 10-4, и принимаем как допустимый значительно более высокий риск. Итак, то, что касается экологического риска, диапазоны те же самые, 10-4, 10-6. Приемлемый уровень риска находится в этих диапазонах. Определение понятия экологического риска сходно с определением понятия риска для всех аспектов, для всех категорий. Но как мы понимаем, риски бывают финансовые, риски бывают в промышленности, риски бывают, соответственно, в вопросах обеспечения безопасности, жизнедеятельности и многие другие. То, что касается экологического риска, здесь мы оцениваем с вами вероятность наступления события, которые имеют неблагоприятные последствия для природной среды. Прежде всего, именно эти аспекты, именно эти вопросы мы с вами говорим и обсуждаем на данной лекции. И применительно к человеку экологический риск также имеет отношение, поскольку здесь мы воспринимаем экологический риск как возможный ущерб здоровью человека, поскольку окружающая среда влияет на здоровье человека. И то, что касается нашей страны, именно этот аспект больше всего и разработан, и изучен. Оценка воздействия на, соответственно, человеческое здоровье тех загрязняющих веществ, которые у нас есть. А зачем проводить оценку экологического риска? То, что касается здоровья человека, да, своя рубашка ближе к телу, действительно это важно, нужно, и это полезно. А как еще? Когда? Какие еще аспекты нам важно оценивать с точки зрения понимания экологического риска? Прежде всего, в современном мире и для бизнеса важно проводить оценку экологического риска для страхования. Страхование гражданской ответственности, страхование, экологическое страхование, оно имеет пока еще непродолжительную историю. Это тот вид страхования, который, особенно в нашей стране, пока еще мало разработан, мало изучен, и у нас еще маленькое количество страховых компаний, которые занимаются и расчетами экологических рисков, и, соответственно, экологическим страхованием. То, что касается, например, Америки, там этот вопрос уже давно зарегулирован, у них порядка полторы, полутора тысяч компаний, которые занимаются экологическим страхованием, поэтому с 1986 года этот вид страхования был выделен в особую группу, и на настоящий момент они являются такими пионерами в этой области, и в данном контексте экологическое страхование у них конкурентоспособно, и те компании, которые предлагают выбор, они предлагают способы оценки рисков и разные виды экологического страхования. То, что касается исторических аспектов, экологическое страхование на начальном периоде, по сути, показывало достаточно низкий уровень конкуренции между страховыми компаниями, низкие границы потенциального воздействия, и оценка была очень сложная, очень дорого было оценить те выплаты, оценка франшизы была очень сложная, и на настоящий момент современное состояние многие страховые компании имеют в штате специалистов-экологов, которые могут оценить экологические риски, которые могут рассчитать, которые могут подсказать, как и по сути сейчас экологическое страхование очень похоже, как мы с вами страхуем автомобиль, Каска, ОСАГО, та же самая история, мы можем застраховать с франшизой, мы можем договориться, с какой суммы у нас наступает тот случай, когда мы обращаемся за выплатами в страховую компанию. Соответственно, современное состояние показывает нам, что экологическое страхование стало более гибким, у нас есть выбор, у нас есть возможность, мы можем обратиться в разные страховые компании. Для кого это обязательно? Обязательно это, по сути, для тех объектов, которые являются опасными. Опасными объектами, и здесь в соответствии с федеральным законом 225, для них это обязательно. Есть и добровольное экологическое страхование, когда мы попадаем с вами в ту зону, когда мы можем, наша деятельность может оказать негативное воздействие на третьи лица, на окружающую среду и на те территории, которые могут быть загрязнены в результате наших действий. Соответственно, в нашей стране пока эта область еще находится в таком развивающемся состоянии, но за этим будущее. Мы понимаем, что мы вынуждены страховать свою ответственность за загрязнение окружающей среды, и компании понимают, что есть риски, связанные с загрязнением окружающей среды, и если у нас есть возможность, мы страхуем свои риски, нам так спокойнее, а компании покупают этот риск. Соответственно, мы являемся владельцами рисков, и этот риск мы с вами продаем, страховые компании покупают наш риск, тем самым обеспечивая нам спокойствие. Как же проводить оценку экологического риска? Это сложная зона, это малопонятная область, здесь очень много вопросов, и проводить оценку экологического риска сложно. Сложно, дорого. Есть разные подходы к пониманию и к оценке экологического риска. Часто нам требуется информация. Информация может стоить сколь угодно дорого. Все зависит от того, насколько точно нам нужно оценить этот риск, насколько точно нам важно количественно оценить риск. Мы можем оценить количественно, можем оценить полуколичественно. И здесь все зависит от того, насколько нам важно получить эту конечную оценку. Если мы обратимся к методам оценки риска, Здесь речь идет о оценке риска всех видов риска, не только экологический риск. В рамках ISO 31010 выделен 31 подход, который позволяет нам оценивать риски. Соответственно, эти виды рисков можно сгруппировать как способ, который позволяет анализировать функциональность нашего объекта, анализировать сценарии развития событий, анализировать деревья событий, соответственно, оценка мер управления и статистические методы. В зависимости от того, какими ресурсами располагает компания, они могут выбрать. Они могут выбрать разные способы оценки риска, потому что они, эти способы, эти методы оценки, они разные, они могут быть дорогие, могут быть не очень дорогие, могут быть сложные, могут быть простые. Соответственно, они имеют ряд характеристик, которые мы сейчас с вами немножечко разберем. В общем и целом, если компания располагает возможностью, она может пропустить по всем этим методам, прогнать и рассчитать все возможные варианты, способы оценки риска через все эти методы. Зачем? Зачем мы с вами говорим про эти методы? Дело все в том, что на настоящий момент европейские компании и российские компании, которые взаимодействуют с европейскими компаниями, они внедряют стандарт ISO 31010, который как раз-таки касается менеджмента риска. Это риск-ориентированный подход, который внедряется на предприятии. Это добровольная мера, это непринудительная мера. Предприятие, если хочет внедрить этот способ, оно, по сути, заявляет, что оно работает лучше, чем остальные. Все стандарты ISO, например, ISO 9001, они, стандарты ISO, они ориентированы на качество, на качество продукции, на качество работы. И то, что касается внедрения этих стандартов, оно ориентирует нас, как, например, покупателей, на то, что эта компания, она более конкурентоспособна, она более надежна, она производит более качественную продукцию, если мы знаем, что у нее внутри этой компании внедрены эти стандарты. Есть стандарт, соответственно, 14 тысяч, который касается экологической безопасности. Эти стандарты, они ориентируют нас на понимание того, что у нас есть большое количество организаций, которые работают хорошо, работают качественно. Они внедрили у себя эти стандарты, они сертифицированы. Есть компании, которые позволяют выдавать такие сертификаты компаниям, проводить аудит у этих промышленных организаций. И, соответственно, мы с вами можем ориентироваться, а также сами производители могут ориентироваться друг на друга, поскольку если у компании внедрен этот стандарт, этот представитель, эта компания, она является более надежным партнером. Итак, вернемся к нашему разговору о методах оценки риска. Давайте рассмотрим некоторые методы, какие существуют на настоящий момент. Первый метод, который является полуколичественным, он самый простой, он применяется практически во всех компаниях. Все компании идут на использование данного метода, поскольку он прост в исполнении, он не требует особенных финансовых затрат и не требует и временных затрат. Этот метод называется анализ риска матричным способом. По сути, это количественно-качественная характеристика риска. Мы с вами присваиваем условные баллы тем последствиям, которые могут быть в результате наступления негативного события. Реализуемость, вероятность наступления события, мы также с вами условно подразделяем на некие границы, некие градации, присваиваем баллы. Ну, например, последствия могут быть оценены в неком финансовом диапазоне, ну, условно, там от 100 тысяч рублей до миллиарда рублей. Этот огромный диапазон мы с вами делим на 5 частей. Здесь в данном случае приведена матрица 5 на 5. Иногда она может быть 3 на 3, но это очень редко используют. Может быть 10 на 10, то есть она может быть более подробна. Соответственно, эта матрица, которую мы с вами создали следующим образом, последствия в данном конкретном примере, может быть последствия в, например, эквиваленте финансовом. Это может быть эквивалент каких-то аварийных ситуаций, которые возникают, или другая оценка. Здесь для данного подхода привлекаются эксперты. Привлекаются эксперты, которые своим экспертным мнением определяют эти граничные значения, граничные значения диапазона. То есть мы, по сути, поделили с вами на 5 частей некий диапазон. Точно так же мы поступаем с вероятностью наступления события. Вероятное это событие или маловероятное это событие. Мы с вами присваиваем разные баллы. Оно может быть очень вероятное, может быть маловероятное. Соответственно, на пересечении строки и столбца у нас с вами путем произведения последствий на реализуемость получается цифра. Таким образом, мы с вами можем оценить риск. Оценить риск. Как оценивают при помощи матрицы риски? Для того, чтобы оценить, мы с вами должны составить реестр рисков. Мы должны с вами перечислить те риски, которые могут наступить. А далее к этому перечню мы с вами внимательно присматриваемся и разбираем. Первый, например, вид риска, насколько вероятно наступление, загрязнение окружающей среды для нашего предприятия. Окружающая среда, то есть этот вид риска, он какой-то очень большой. Давайте разобьем его. Вероятность наступления, загрязнения, например, почвы или воды, или воздуха. Куда? Куда мы можем поместить этот риск? Мы, соответственно, смотрим на нашу таблицу и помещаем этот риск в ту зону. Мы с вами оценили его. Мы оценили с вами последствия, оценили вероятность, возможную вероятность наступления. Например, для нашего предприятия, которое условно производит какую-то продукцию, возможно, наступление загрязнения воздуха, возможно, а может быть, почву мы загрязнить с вами не можем. Значит, этот риск будет минимальным, и мы помещаем его в ту зону, которая у нас окрашена зеленым. Также мы разбираем остальные виды риска, которые мы с вами перечислили. Ну, например, здесь из экологических рисков могут быть риски изменения законодательно нормативов. Нормативы могут поменяться, и тогда наша компания может загрязнить окружающую среду из-за того, что поменялись нормативы. Или какие-то другие виды рисков, которые могут наступить. Ну, или, например, возник пожар. Возник пожар на каком-то предприятии, и те вещества, которые сгорели у нас, они попадают в воздух, и эти соединения могут оказать негативное воздействие на тех людей, которые, например, проживают рядом. Мы также оцениваем при помощи матрицы качественно-количественных характеристик риска данный вид риска. Помещаем в эту матрицу, и после этого наша задача посмотреть, можем ли мы применить какие-то механизмы управления этим риском. Если мы видим, что у нас риск попал в красную зону, значит, нам нужно повнимательнее отнестись именно к этому виду риска и к этому аспекту. Поскольку оценка риска – это не самоцель, не получение цифры самоцель. Наша задача с вами – определиться, что же с ним делать, что делать с этим риском, как, как нам им управлять. Поскольку то, что мы с вами оценили, дальше с этой цифры мы должны с вами работать. Мы должны с вами эту цифру как-то оценить и понять, какие меры управления мы можем применить. Возможно, это будут какие-то управленческие меры, связанные с обучением сотрудника. Это могут быть меры какого-то технологического характера, изменить технологию производства. Это могут быть какие-то вопросы, связанные с оценкой и приобретением какого-то нового оборудования, которое мы установим для того, чтобы риск стал меньше. Поскольку мы с вами оцениваем риск для того, чтобы потом его проанализировать. Следующий вид анализа риска – так называемый метод галстук-бабочка. Такой очень красивый способ оценки рисков. Любые виды рисков могут быть оценены при помощи этого красивого метода галстук-бабочки. Еще его иногда называют метод песочных часов. Давайте рассмотрим эту картинку и разберем, как мы можем оценить риск в рамках этого подхода. Этот подход позволяет нам оценить только качественно. Качественный риск. В центре у нас находится авария или любое негативное событие, которое может наступить. Это может быть пожар. Это может быть любое событие, которое негативное. Например, если мы возьмем нашу обычную жизнь автомобилистов. Автомобилиста может наступить авария, связанная с наездом на пешехода. Это центральное головное событие. Центральное головное событие, которое может наступить, которое мы с вами рассматриваем. В левой части данного рисунка у нас находится группа тех угроз, которые могут вызвать наступление данного негативного события. Что может вызвать наезд на пешехода? Какие могут быть варианты? Почему автомобилист может наехать на пешехода? Ну, например, он не справился с управлением. Например, у него отказали тормоза у автомобиля. Например, у нас гололедица. Или же он заснул за рулем. Это те виды угроз, которые могут привести к возникновению негативного события. Мы с вами должны продумать барьеры, которые будут предотвращать возникновение данного негативного события. То, что касается гололедицы, мы должны с вами предусмотреть меры, например, посыпать дороги антигололедными препаратами. То, что касается вопросов, связанных с отказом тормозов, мы должны содержать автомобили в адекватном техническом состоянии и так далее. То есть мы должны с вами продумать и предусмотреть те барьеры, которые будут предотвращать аварийную ситуацию. Точно так же, когда мы рассматриваем с вами производство, например, в центре разберем пожар, возникновение пожара на мусоросжигательном заводе. Какие угрозы могут привести к возникновению пожара на мусоросжигательном заводе? Ну, например, может загореться мусор, который привезли в отсек для приемки мусора. Он может загореться. Он может загореться раньше. Какие меры управления? Почему он может загореться, этот мусор? Ну, например, кто-то из сотрудников выбросил непотушенную сигарету. Что делать? Какие меры управления, какие барьеры для предотвращения аварии мы можем предусмотреть? Ну, например, мы можем запретить всем сотрудникам курить на производстве. Это замечательная мера. Мы ее внедрили. Мы снижаем таким образом риск возникновения негативного события. Что же находится по правую сторону этой бабочки, этого галстука бабочки? По правую сторону находятся некие последствия. Негативные последствия, которые могут наступить в результате возникновения нашего аварийного случая. Вернемся к автомобилисту. Наезд на пешехода. Наезд на пешехода к чему может привести? Может привести к повышенной травме нашего пешехода. Как? Какие барьеры мы можем применить для минимизации последствий аварии? Ну, например, у нас может быть особая конструкция нашего бампера, которая будет вызывать меньшую травму при случайном наезде на пешехода. Или какие-то другие меры, например, снизить скорость. То есть последствия будут в случае возникновения данного негативного события снизить скорость. Именно из-за этого у нас установлены лежачие полицейские. Применяются меры, барьеры для минимизации последствий аварий. Та же самая история, если мы разберем предприятие. Минимизация последствий возможна с помощью и управленческих мер. И мер, которые касаются технических аспектов производства и так далее. Следующий способ, следующие методы, очень популярные методы FTA и FEMEA. Соответственно, так называемый анализ деревоотказов. Здесь на картинке приведен пример. Например, сверху у нас находится головное событие. Головное событие, которое мы с вами рассматриваем как негативное. В данном случае пожар. Пожар на территории резервуарного парка. У нас с вами это событие является негативным. Оно негативно так же, как и для экологической ситуации, так и для производственных процессов. Соответственно, возникает пожар. Мы с вами разбираем причины, почему может возникнуть пожар. Снизу этой картинки находятся те события, которые привели к возникновению пожара. К возникновению пожара могут привести разные события. Это может быть ошибка оператора. Это может быть отказ манометра. Это может быть отказ термометра. Это может быть любая другая негативная ситуация, которая приведет в дальнейшем к пожару. Как мы видим, здесь эти нижние события, они также идут через цепочку последующих событий. Здесь, на этой схеме, есть управляющие слова, потому что в данном конкретном контексте у нас уже идет оценка не качественных характеристик, как в предыдущем примере с вариантом галстука-бабочкой. Здесь у нас с вами рассматриваются уже способы количественной оценки. Мы знаем, как, с какой частотой ошибается оператор. На самом деле человеческие ошибки – это самый большой пул, это самый сложный объект для регулирования. Как мы можем снизить ошибку оператора, вероятность возникновения ошибки у оператора? Мы можем поставить второго оператора. Тогда у нас вероятность наступления данного негативного события будет меньше. Точно так же то, что касается термометра. Если у нас откажет термометр, если он у нас один, можем поставить второй термометр. Все эти меры управления, они имеют разную стоимость. Разная стоимость, и мы с вами, когда оцениваем риск, рассматриваем по какой причине у нас может возникнуть, например, пожар, и рассматриваем эти самые нижние события, почему он может возникнуть. И мы с вами применяем меры управления для снижения возникновения вероятности наступления верхнего головного события. Поскольку мы с вами, нарисовав и оценив эту схему, это дерево отказов, мы сможем уже с вами количественно оценить то событие, которое может произойти. И это событие, вероятность его наступления позволит нам с вами рассчитать риск. Для того, чтобы хорошо и качественно провести оценку исследования данным методом, нам нужно прекрасно разбираться в технологии функционирования объекта. Нам нужно понимать, как это работает. В данном конкретном случае данные деревья событий могут выполнить и построить технологи, химики, которые разбираются в самом процессе, которые понимают, как, что, зачем и каким образом у нас выполняется работа на данном производстве. Таким образом мы с вами можем посмотреть тот результат, то головное событие, которое получается в результате возникновения негативных нижних событий. Следующий способ оценки риска называется так называемый метод сценарий, метод сценариев, метод изучения развития событий. Мы с вами рассмотрели дерево отказов, а здесь, по сути, дерево сценариев. То головное событие, которое мы получили на предыдущем этапе, мы можем разобрать, к чему может привести это событие. Зачастую экологи пользуются именно этим методом, именно этим аспектом, потому что нам важнее именно рассмотреть варианты развития события. Нам нужно понять, каким образом ситуация будет развиваться. Здесь на картинке приведен пример, когда головное событие, выброс нефти, развивается по разным путям. Нефть. Нефть – это самовозгорающая жидкость или нет? Как вы знаете, нефть самостоятельно воспламеняться не будет. Должен быть источник загорания. Соответственно, в данном конкретном случае с мгновенным воспламенением, без мгновенного воспламенения, значит, есть источник загорания или его нет. Далее это событие может развиваться по двум веткам. Если у нас наступило мгновенное воспламенение, это может быть факельное горение струи или огненный шар. Это реже. Соответственно, может дальше это событие развиваться по четырем сценариям. Может быть прекращение горения, ликвидация аварии. Может быть эффект домино или какие-то другие варианты развития событий. Точно так же мы можем рассмотреть любое негативное событие. Например, прорыв нефтепровода. Прорыв нефтепровода, бригада приехала или бригада не приехала. В этот момент была напорная работа нашего нефтепровода или давление у нас отсутствовало. В данном конкретном случае данный метод позволяет нам приблизиться к оценке тех экологических рисков, которые будут наступать в результате разных вариантов развития данного сценария. Поскольку каждое из событий, которые находятся на окончании каждой веточки, оно приводит к разному ущербу. Одна веточка приводит к тому, что у нас происходит разрушение соседнего оборудования, и в результате мы получаем одну вероятность и ущерб, который будет соответствовать данной вероятности. Может быть, у нас не было воспламенения, и в результате мы быстро потушили, нам даже не нужно тушить пожар, у нас нет воспламенения, мы быстро ликвидировали аварию, и ущерб будет минимальным. Соответственно, это событие, это событие мы можем рассмотреть данным методом и понять, оценить, как будет развиваться данное негативное событие. Конечно, часто мы ориентируемся на так называемый наихудший сценарий, тогда, когда у нас эта ветка, которая приводит к самым тяжелым последствиям, к самому тяжелому ущербу. Нам нужно повнимательнее рассмотреть ее и понять, какие меры регулирования мы можем применять для того, чтобы снизить риск возникновения данного события. Еще один способ, который применяется в крупных компаниях, который применяется не очень часто из-за своей высокой стоимости, из-за того, что данный метод, он очень информативный, но его довольно сложно выполнить. Почему? Метод ХАЗОП применяется в тех случаях, когда у нас есть сложное предприятие, например, фенольный завод, или какое-то другое предприятие, которое производит какое-то химическое вещество, часто для них применяется этот метод. На примерно две недели все руководство компании закрывается в одном помещении, и они обсуждают с помощью модератора, с использованием управляющих слов, «Как будет работать завод?» «Как будет работать завод, если?» Если что? Модератор вводит управляющие слова. Эти управляющие слова, их не очень много, больше, меньше, не такое как. И когда модератор предлагает собравшимся рассмотреть вариант развития событий, когда, например, применяется не такое, как привыкли оборудование или комплектующие товары, или какие-то другие виды элементов, которые в этой системе задействованы. Что для этого нужно? Нужно для начала всю эту сложную схему, все предприятие разбить на элементы и понять, как работает каждый элемент в отдельности. Как понять? Мы используем эти управляющие слова и рассматриваем вариант, когда, например, у нас не такое как. Или, допустим, напор жидкости более чем. В данном помещении мы получаем ответы от главного технолога. Он говорит, да, эта труба прорвется, если мы будем применять давление не такое как. Или, допустим, больше чем. Допустим, главный инженер говорит, у нас на данном производстве вот здесь очень старый элемент, и он не выдержит. И так далее. То есть здесь мы рассматриваем внимательно со всех сторон наше предприятие, наше производство. Очень хороший метод, но довольно дорогостоящий. В целом, если мы посмотрим на все методы, которые применяются для оценки рисков, их можно расположить на картинке следующим образом. оценив сложность, реализуемость, сложность данного метода, трудоемкость применения данного метода и чистоту, то есть насколько часто этот метод применяют. То если мы посмотрим на эту картинку, то мы поймем, что те методы, которые мы здесь рассмотрели, они применяются довольно часто. Мы с вами не рассматривали метод чек-листов, он применяется редко. На самом деле метод чек-листов, он самый простой и применяется не так часто. По сути, мы с вами применяем этот метод всегда. Например, мы выходим из дома, мы проверяем, выключен ли газ, электронагревательные приборы и так далее. Этот метод, это метод чек-листов. То есть мы с вами отмечаем галочки, что мы с вами сделали для того, чтобы минимизировать риск. Методы, которые мы с вами рассмотрели, метод Монте-Карло. Не так часто применяется, но для расчета экологических рисков он в общем и целом подходит. Это сложный метод, который используют часто для анализа с помощью актуарных расчетов. Актуарии – это те специалисты, которые, используя сложные механизмы, в том числе метод, статистический метод Монте-Карло, позволяют получить результат путем обработки большого количества данных. Актуарии – очень высокооплачиваемые специалисты. И это тот метод, который может быть применим, но не часто используется из-за его трудоемкости. Также мы с вами рассмотрели метод ХАЗОП. Он и трудоемкий, и дорогостоящий, но применяют его все-таки довольно регулярно, особенно если предприятие заинтересовано в том, чтобы внедрить этот риск-ориентированный подход на своем производстве. Еще один вопрос, который у нас остался, который мы должны с вами рассмотреть – это расчет риска угрозы здоровью, обусловлено загрязняющими веществами. По сути, это тот подход, который в рамках рассмотрения экологических рисков в нашей стране разобран наиболее подробно. И подход существует давно к оценке риска здоровью населения при воздействии химических веществ, которые загрязняют окружающую среду. В рамках этого руководства, кому интересно, можно, конечно, повнимательнее его изучить, в рамках этого руководства оцениваются разные пути воздействия загрязняющих веществ. Как мы знаем, загрязняющие вещества могут поступать в организм человека разными путями. Они могут поступить на кожу, могут поступить путем проглатывания с пищей или водой, путем вдыхания через воздушные пути того вещества, который поступает в организм человека. В любом случае, как бы ни поступило загрязняющее вещество, есть некая доза, которая поступает и воздействует на человека. Если у нас есть несколько вариантов поступления, тогда нужно оценить все эти способы поступления и через кожу с поверхности, и через воду, и через воздух. В данном конкретном случае оценивается та концентрация загрязняющего вещества, которая находится у нас в воде, в воздухе, в той среде, которая контактирует с кожей человека. Возможно, мы ходим в бассейн, соответственно, тогда вся поверхность нашего тела оказывается в зоне воздействия данного компонента, который может влиять на нас. В любом случае, мы с вами должны рассчитать ту дозу, которая поступила в организм, которая влияет на нас с вами. Как ее рассчитать? Рассчитать ее можно следующим образом. В первую очередь нам нужно знать концентрацию. Нам нужно знать концентрацию в среде, которая контактирует с человеком. Далее нам нужно учесть скорость поступления, с какой скоростью данное загрязняющее вещество поступает в организм человека. В среднем принимаются во внимание следующие показатели. Для воды это в среднем 2 или 2,2 литра в день. Для воздуха это 20 метров в кубе в день тот объем, который поступает в легкие человека. Далее учитывается продолжительность воздействия. Продолжительность воздействия, может быть, это краткосрочное воздействие. Может быть, это воздействие в течение всей жизни осуществляется. Может быть, мы в течение всей жизни находимся на территории данного региона, и мы пьем именно эту воду, которая у нас загрязнена какими-то отдельными веществами. Может быть, у нас краткосрочное воздействие. Например, 20 минут на нас влияет какой-то загрязняющий компонент, и больше мы с вами не оказываемся под влиянием данного компонента. Точно так же можно здесь привести пример продолжительности жизни на заводе по ликвидации химического оружия. В прошлом году последний завод закончил свою работу по ликвидации химического оружия. Там продолжительность рабочего дня – 10 минут. Соответственно, рабочий должен за эти 10 минут успеть выполнить какую-то отдельную операцию. Почему? Почему 10 минут? Откуда взялась такая цифра? Казалось бы, неожиданная. Соответственно, эта цифра взялась, исходя из той дозы, которая воздействует на человека за определенный промежуток времени. И для каждого вещества мы можем оценить. Мы можем оценить эту дозу, которая поступила в человека. Также нам важно, на какую массу тела воздействует данное загрязняющее вещество. Потому что если масса тела человека большая, соответственно, доза, которую человек может переварить и с минимальным вредом для себя, она может быть больше. Именно поэтому тот риск для, например, ребенка, он будет намного выше, даже если доза будет одинаковая. Если доза будет одинаковая, если воздействие идет на ребенка, у которого вес тела меньше, то вероятность возникновения негативных событий будет намного больше. Далее учитывается период усреднения экспозиции. Обычно принимается за среднюю продолжительность жизни 70 лет. Таким образом, с использованием этой формулы, мы можем рассчитать дозу, которая поступила от окружающей среды и воздействует на человека. После того, как мы с вами рассчитали дозу, мы можем перейти к расчету риска. Как рассчитывается риск? В данном конкретном случае риск рассчитывается как отношение дозы, которая поступила к воздействию на человека, к референтной концентрации. Эти референтные концентрации в вышеуказанном методическом пособии по расчету риска, они приведены. Это большие таблицы, в которых у нас перечислено огромное количество разных загрязняющих веществ, которые воздействуют на человека. Соответственно, эти загрязняющие вещества не влияют на человека, и мы с вами можем рассчитать таким образом риск. Есть другой подход. Есть так называемый фактор риска, который также есть и рассчитывается, и также с использованием его мы можем рассчитать вероятность наступления данного негативного события и оценить эту цифру. В общем и целом, когда мы с вами посчитаем данные цифры, мы можем эти цифры отразить на карте. Можем отразить на карте так называемые поля риска. Сейчас очень редко считают на калькуляторе эти поля риска. Есть программы, которые позволяют рассчитать концентрации. Наиболее популярная программа УПРЗА, это программа, которая позволяет рассчитать концентрации с учетом рассеивания от данного предприятия и далее, соответственно, на, например, жилые кварталы. То есть как у нас будут изменяться поля концентрации, а поскольку, как мы с вами определились в данном контексте, у нас в зависимости от того, какие концентрации, у нас с вами может возникнуть риск, риск развития негативных событий. Эти, зная концентрации, мы можем перейти путем несложных арифметических расчетов к расчету риска, и мы можем оценить этот риск, допустимый риск, недопустимый риск, для, например, того населения, которое находится в зоне влияния данного предприятия. Такие поля риска можно посмотреть, они рассчитаны для региона. Например, у нас масса каких-то производственных предприятий в рамках одного региона. Мы знаем концентрации тех веществ, которые выбрасывают данные предприятия в воздух. Известны предельно допустимые концентрации. Таким образом, построив на карте, отложив, мы можем посмотреть и оценить тот результат, который у нас в данном конкретном случае получится. Такие поля риска очень удобны для анализа. Мы можем, например, выбрать место, где нам купить себе квартиру, где нам жить те регионы, те территории, которые будут иметь пониженный риск возникновения негативных событий, исходя из возможного риска для здоровья населения. На самом деле, такие поля риска, они довольно показательны для той же самой медицинской страховки. То есть те люди, которые находятся в зоне воздействия каких-то предприятий негативных, соответственно, они подвергают свою жизнь риску, и вероятность возникновения у них обращения к врачу будут значительно чаще. Итак, в данном контексте мы понимаем, что сейчас мы существуем в обществе риска. И риск-ориентированный подход в современном мире неизбежен. Мы обязательно возвращаемся к пониманию риска. Мы понимаем, что мы не можем уйти от расчета риска, поскольку если мы будем закрываться от него, результат будет хуже для нас. Нам важно понимать, нам важно знать нашего врага в лицо, нам нужно понимать, что есть риски, мы можем их оценить, мы можем ими управлять, мы можем снизить риск до допустимого уровня путем управленческих решений, путем тех способов, которые позволят нам управлять им. То есть наша задача – выявить риски, их проанализировать, спланировать те действия, которые могут быть внедрены. Если мы не можем их внедрить сразу, ну, например, из-за высокой их стоимости, то тогда мы должны продумать порядок внедрения этих действий, последовательность. Как? Сначала это, далее что-то другое, далее контролировать, контролировать те результаты, которые у нас будут получаться. И, по сути, этот процесс бесконечный. Наша задача – управлять рисками и анализировать их, смотреть, как меняется, в зависимости от наших действий, тот уровень риска, и расчет риска должен быть постоянным. Расчет риска в соответствии с теми механизмами, которые мы применяем для минимизации воздействия нашей деятельности на окружающую среду в том числе. Риско-ориентированный подход и данная картинка, она актуальна не только для экологических рисков, а для всех видов риска, которые у нас могут быть. Мы с вами сегодня говорим про экологические риски, и мы должны понимать, что этот риско-ориентированный подход, он необыкновенно важный, особенно с точки зрения понимания экологических рисков, поскольку от наших с вами действий будет зависеть то, в какой среде мы будем с вами жить дальше. Подводим итог сегодняшней лекции. Мы сегодня узнали о тех видах риска, которые есть на настоящий момент. Мы узнали, какие способы расчета экологических рисков и других видов риска, какие методы оценки существуют, как, каким образом мы ориентируемся на цифры, связанные с оценкой допустимого риска. Все это позволяет нам с вами управлять риском. И заканчивая свою лекцию, могу подвести итог. Будьте грамотными, будьте внимательны и будьте здоровы. Спасибо за внимание. Пользуясь случаем, хочу пригласить вас в наши группы в соцсетях. Там вы можете задать любые вопросы специалистам, не только мне, но и нашим специалистам с Московского университета, с факультета почвоведения. Вы можете задать те вопросы, которые связаны и с расчетом экологических рисков, и с анализом объектов окружающей среды, и любые другие вопросы, которые могут у вас возникнуть в этой области. Также приглашаем вас на курсы дополнительного образования, которые проходят у нас на нашем факультете. Информацию о них вы можете получить из двух сайтов, с официального сайта МГУ имени Ломоносова и с дочернего сайта ЕДУСОИЛЫМСЮРУ. Спасибо за внимание. Все.